Купить контрактный двигатель, вернуть контрактный двигатель, бороться за свои деньги, которые были вложены, но ремонт так и не был закончен. Да, посоветовали мне другой сервис, уже гаражный. Вот в таком состоянии приехал к нам автомобиль. Пять коробных запчастей. История, которая произошла с Сергеем из Малого Ярославца, нарочно не придумаешь. С вами ОМЗАП, автозапчасти, ремонт корейских автомобилей. Меня зовут Георгий, и мы здесь явно надолго. Знакомьтесь, Kia Sorento первого поколения. Дизельный двигатель D4CB 2009 года с пробегом в 220 тысяч километров. Не факт, что пробег ее настоящий, но дело даже не в этом, а в той долгой и ужасной истории, которой пришлось пережить владельцу этого автомобиля. Представьте себе, вы только что получили права, купили свой первый автомобиль, и он сразу вам подкидывает такие неприятности. Три сервиса пришлось проехать Сергею, прежде чем он попал к нам. Купить контрактный двигатель, вернуть контрактный двигатель, бороться за свои деньги, которые были вложены, но ремонт так и не был закончен. И вот, наконец, его история покоит к концу. Мы точно его сделаем. Вот в таком состоянии приехал к нам автомобиль. Пять коробок запчастей, отдельный блок двигателя, отдельный сэндвич с радиаторами. Все это было загружено, замотана пленочкой и приехало к нам в страшном состоянии. И пока мы дефектуем, смотрим и пытаемся понять, что из этого еще можно отремонтировать, а что уже пойдет в утиль, мы пойдем и пообщаемся с клиентом. Узнаем его историю, как он к нам попал. Итак, какая же была первая поломка на вашем автомобиле? Так, первая поломка началась что? Когда медленно едешь, начали пропадать тормоза, педаль стоит колом. Потом посоветовали мне сервис, довольно-таки крупный. Я приехал в него, сделали диагностику, сказали, что вакуумный насос приговорили. Соответственно, там я его и заменил. Купил оригинал, поставили. Выехал нормально, машина едет, машина тормозит. Буквально минут через 15 клуб черного дыма сзади, машина перестала ехать. Съезжаю на бок. На обочину? Да, на обочину, да. Заглушил машину, поднимаю капот, течет масло, как ситечко. Позвонил ребятам в сервис, приехали двое ребят на машине, посмотрели, сказали, никаких видимых поломок нету. Говорят, едь домой. Я говорю, может к вам? Они говорят, давай к нам. Приехали, на следующий день мне звонят, говорят, приезжай к нам, беда. Я приехал, говорят, ну вот, пришли на ней прокатиться, потестить, вырвали четвертую форсунку. Ну, собственно, дальше в этом же сервисе или дальше поехали? Да, посоветовали мне другой сервис, уже гаражный, скажем так, потому что цену там обозначили очень даже приличную, ну, знал бы. И как второй сервис? По знакомым ребята посоветовали, сказали, человек хорошо делает, я приехал, как бы мне цену обозначили, меня все устроило. Ребята сами забрали машину, все нормально, поставили форсунку, услышали какой-то звон, разобрали двигатель. Ну, и оказалось, что цилиндр четвертый ходит вверх-вниз. Сказали, капиталка. Я говорю, ну, капиталка-то капиталка, соответственно, досталась молодому сотруднику. В итоге вот с этого все и началось. Двигатель был собранный. Сказали, надо пройти обкатку. Соответственно, поехал на обкатку пару тысяч километров. То антифриз стекло, то масло текло, то еще что-то. В итоге нашли утечку масла, ой, антифриза. Удалили ненужную запчасть. Опять все время что-то текло. Машина перестала ехать, то есть вообще она не тянула. Обороты не поднимаются. Скорость 40. Горочка минимальная. То есть она просто тупо вообще не едет, короче. В итоге потом накрылась турбина. Первый раз турбину заменили. Сказали, все оригинал, все нормально. В итоге месяца два меня там урыжили. Кое-как я оттуда уехал. Добрался в своем родном городе. Открыли недавно большой сервис. Я туда пригнал. Это будет третий сервис, получается. Это будет третий же сервис, да. Поставили новую турбину на сервис. Ребята за свой счет сказали оригинал. Пригнал, я в новый сервис. Ну там же ребята посмотрели, нашли причину. Давление масла отсутствует, соответственно. Мотор прогрет. Обороты холостые. Смотрим на давление масла. Меньше 0,5. 0,4 бара давления. Берем, делаем 2000 оборотов. 2000 оборотов. Давление 1,2 или 1,1 бара. Турбина не прошла вместе с насосом. Километра 300 даже, наверное. Все испустело, все накрылось. Ребята разобрали двигатель и сказали, что восстановление не подлежит контрактник. Вот сколько говна в маслоприемнике. Почему там вмятый внутрь? Пару недель полазил по интернету, соответственно, по всяким конторам, которые мне... Я нашел двигатель. Мне привезли двигатель. А там же, в Калуге или в Москву пришлось ехать? В Москву. Соответственно, в Москву. Привезли двигатель. Внешне все хорошо, нормально. Но я не особо эти дела понимаю. Запаковали, отвезли в родной город. Ребятам большое спасибо на сервисе. Мы только сняли двигатель. Они посмотрели его и сказали, что он негоден к установке. Потому что были зажаты между основным блоком и головкой блок цилиндров, были зажаты патрубки. Они сказали, что мы такое ставить не будем. На что ребята, которая мне, скажем, фирма, которая привезла мне двигатель, я с ними связался, сделал фотографии и видео. Отослал им. Они попросили номер приемщика. Я дал номер приемщика. Они позвонили приемщику и предложили ему вскрыть голову, вытащить оттуда все, компенсировать им работы. И закрутить обратно и поставить двигатель. Кинуть вас, короче. Да. На что мне ребята сервиса позвонили. Опять-таки спасибо большое. Они сказали, что мы на эту аферу не поддадимся. Говорят, ну потому что снимутся все, как они, маркировки, пломбы. В итоге немножко мы так поругались. В итоге забрали обратно двигатель. Но опять-таки этим товарищам тоже спасибо. Вернули деньги сразу без проблем. Ну и все. Вот эпопея закончилась. Теперь я тут. Интернет. Отзывы. Те, кто здесь был. Вот я здесь. Все. Отлично. Диагностика завершена. Итог, конечно, неутешительный. И пройдя через множество рук, двигатель превратился в гору храма. По мере осмотра сейчас запчастей мы придем с вами к выводу, почему эти запчасти более непригодны. И почему мы приняли решение то, которое вы увидите впоследствии. Итак, первое. Это, конечно, распредвалы. Получили огромные задиры. И с такими задирами используют распредвалы тоже невозможно. Вместе с постелями они у нас отправляются в утиль. Вместе с распредвалами приговорились рокера. Вместе с рокерами уехали гидрокомпенсаторы. Не все, но меняются они в основном все кучи. Зачем менять парочку, когда они все скопом идут. Язвы и огромные задиры на рокерах и распредвалах отправило все это в топку. Дальше посмотрим на поршни. Достаточно интересная вещь. Они использовали, они, я имею ввиду, первый сервис, который я ремонтировал, использовали китайские поршни. Состояние у них, скажем так, средненькое, что ли. Но в любом случае ставить бэушные китайские поршни на машину, на которой хозяин, владелец хочет ездить, очень долго. Еще впоследствии, напомню, это первый его автомобиль. Не будем его огорчать таким китайским барахлом. Плюс ко всему, задиры на шатунных кладышах и огромные задиры на коренных кладышах, которые, собственно, как мы и увидим, приговорили нам и коленвал. Полировке он уже не подлежит. Мы уже посмотрели, мы уже проконсультировались, посмотрели и все наши мастера. И, скажем так, мастера, которые занимаются полировкой и восстановлением коленчатых валов. Коленвал тоже отправляется в топку. Масляный насос. Конечно же, появились задиры. Задиры снаружи, задиры на корпусе масляного насоса. И внутри на шестеренке можно будет увидеть все вкрапления, которые получили шестерный масляный насос. Вместе с этим вот такая крышка. На ней расположен шестерный баланс валов, который получил люфт. Сама шестеренка задиров крупных не получила, хотя тоже использоваться вряд ли будет. Это крышечка ее отдельно. Шестеренку можно заказать отдельно, но крышка продается в сборе вместе с ней. И вот этот заполученный вкладыш, который получил очень глубокие задиры. Из-за него именно идет люфт на эту шестеренку. И поэтому крышка и меняется. Но, кроме того, один из баланс валов еще и провернуло. Замена вкладыша, баланс валов – дело очень сложное. Это надо выбивать. Это, в общем, дорогостоящая, долгая и нудная процедура. Собственно, это увеличивает уже цену ремонта. Одна из, конечно, больных тем – это турбины. Сергей, владелец автомобиля, поменял две турбины. Это уже вторая. Она тоже неоригинальная стоит. И, опять же, совокупность всех факторов, которые была в первом сервисе и во втором сервисе, во втором пытались, собственно, сделать из этого двигателя что-то, привела к тому, что и новая, неоригинальная турбина получила огромный люфт. То есть она уже более не просто непригодная. Это, ну, прям гора хлама. Ни более, ни менее. И, наверное, скажем так, я не могу сказать, что это самая любимая моя. Но, с учетом того, что мы видим, это самая интересная. Возможно, механики и слесаря, которые пытались отремонтировать этот двигатель, и достаточно опытные, но у них не хватило явно опыта по подбору запчастей на данный двигатель. Данный двигатель может идти с прокладкой под Евро-4 и под Евро-5. Наш – это Евро-4. А использовали там прокладку под Евро-5. Я здесь отметил, я сравнил две прокладки Евро-4 и Евро-5. Отметил здесь отверстия, которые либо должны быть здесь, либо отверстия, которые получили намного меньший диаметр, который должен быть. И отдельно на блоке белом отмечены, собственно, места. Здесь не шел антифриз, не шло масло, в общем, было и голодание, и антифриз, возможно, не получил того нужного давления, или получил слишком чрезмерное давление, из-за чего и выпрыл, и, допустим, 1600 километров он утекал просто из всех щелей. Потому что либо здесь нет отверстий, либо, посмотрите, диаметр, который здесь, посмотрите, диаметр, который здесь. То есть на прокладке Евро-4 идет полноценное отверстие, через которое все это ближется. И вот теперь точно самое интересное. Сетка Хона. Назовем ее сетка студента. Допустим, тот студент первый раз пытался изобразить сетку Хона. То, что вы увидите, и вот увидите поближе, этой сеткой Хона не назвать. Это реально сетка студента. Здесь вообще забыли положить, здесь это рыболовная сеть, здесь это будут колготки, и еще, называйте сами. В общем, совокупность всех вот этих вот факторов, того, что пытались изобразить из этого двигателя, то, что пытались починить слесаря, не имеющего опыта, либо с этим двигателем, либо не имеющего опыта вообще с двигателем, или вообще с ремонтом, привело нас к тому, вывод, что двигатель получил огромное масляное голодание. По скриптам про баланс валы. Один из них не просто провернул, а открутился болт, который впоследствии валялся в поддоне. Ух, какой это был ремонт, непонятно. Первый, третий, шестой. И вот сейчас можно увидеть, как Олег ставит нормальный, восстановленный двигатель. На него уже повешено оборудование, которое было целое, с его моторами ТВНД, форсунки, в общем, все навесное, генератор. Стоит новая нормальная турбина, двигатель приводится в чувство, и скоро мы увидим его запуск. Первый запуск. Машина проходит последнюю проверку, она заведена, ей надо помолотить, поработать, мы убедимся, что все работает исправно, нигде ничего не течет. Сумма ремонта составила 220 тысяч, из них только 36 тысяч, это наша работа, наша работа руками. Сумма не маленькая, но согласитесь, человек, владелец автомобиля, получил действительно новый двигатель, можно сказать. Он будет на этой машине ездить долго, напомню, это его первый автомобиль, он наложил в нее очень много сил и нервов, и мы сделали все, чтобы он продолжал ей наслаждаться. Так что, удачи ему, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите к нам в TikTok и в Instagram, там много всего интересного. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok